Матфея 19 глава 8 стих В разные времена Господь благословил меня написать эти стихотворения А Виктор Николаевич Савченко, это старший воспитатель в нашем детском лагере Стане Потеряевке в честь Климента Анкирского Он положил на музыку, играет и поет Уж как это воспринимается, ну все по слову Божию Начинай На многое, что мы видим в храме От попрошай колбущих у оградки До алтаря, до батюшки с дарами Мы допустили всюду беспорядки Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово А если так, то по нему сверяйся Накладывай в сравнении к одному один Дымятся злобой свыше это рясы Да замолчит и еретик кретин Но если я невежда, недотепа Магистр сколь степень не лизал Могу услышать, как ушли далеко Переродилась в дикую лоза Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово То как не дрогнут камеловки-митры Хотя бы раз открыв Новый Завет Кто исказил, придумал мудро, хитро И затемнил, сошедшись с неба свет Умнее Бога Впавшие в монахи кромсали изречения Христа Повалокли слова его на плоху А измышления свои на перестал Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Куда ни глянь, нас режет его фраза Сначала было это все не так Торговлю убери, молись не для показа Не человека слушай, а Христа Никто не благ, но только Бог один Так почему же, приблагая матерь Персобирает сыну властелин А не заказчик вензелина скатерь Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Отдали слова, от них все холодеет Судить вас будет слышанное слово Что там звонит? Долго не разговаривай. Ну-ка давай. Сергея. Алло. Сидоровка? Да. Раз встретим. Обязательно. Все. Больше двух минут вредно разговаривать. Рак головного мозга. Отошел. Молодец. У него день рождения. Я его сегодня об этом упрекал. Тебе надо беречь себя. А он говорит и говорит непрерывно. Все. И они это знают. Будут свою речь сокращать до двух минут. А если уже четыре прошло, сказать сегодня я исчерпал лимит. Все. И на этом конец. Не чаще, чем в сутки пять раз по две минуты. Это максимально. А лучше совсем на нуле держать. Ну а между этим расстоянием, вот пытаясь сидеть. Не было телефона, жили. А у нас есть дать знать о себе, что я живой. Больше ничего не надо. Вот Виктору нужно модем. Сообщили. Но я не очень уверен, что привезут. Не очень. Потому что так думаю, батюшка не очень разбирается. А тот может забыть. Я вот сегодня хотел тему, как раз говорил, упрямство и решительность. А есть два момента, на которые мы уже с Виктором столкнулись. Уже нужна ваша помощь. Он уголь, который здесь Володя кидал, как раз дождь начинался, костер был. И он сделал. Теперь этот уголь обратно выкидывать, обратно грузить и перевозить через четыре дома. Рядом же живете здесь. Я никогда этого не делаю. Я очень ценю свой труд и чей-то. Поэтому я предлагаю заказать. Это ему льготно было учительский. Заказать по полной цене. Льготный он уже лимит свой использовал. И привезти прямо туда. И я за него заплачу. Я беру на себя расходы. Полностью. Подарок вам. Но этот не трогать. Здесь уже заложен Володин труд. Володин труд. Люди с таким трудом. Это всегда сгодится. Здесь могут быть зимой люди. Могут приехать. Такое может быть. И мы тогда откроем. Но под вашим контролем. Подвитиным. Значит я три раза, четыре. Вчера пятый раз Виктору сказал. Он настаивает. Нет, да вот, да рядом. Перевезем. Нет. Не делать этого. Даже чужую печь ломать. Сколько предлагает. Я не иду на это. Когда вижу абсолютно она неправильно сделала. Тогда я говорю. Ломай. Теперь я сделаю заново вам. Вот такую печь. Я пищник. Вот в этом вопросе. Не надо быть упрямым. Но в то же время быть решительным. Решительным. Я говорил, да. Решительным меняю. Правильно говорит. Такой-то человек или события по-другому сложились. Ничего не ломать. Вот там что сделано. Посмотреть сначала. Осмотреть. Это столько времени. Ломаешь. Доска ломается. Вот у меня здесь. Видишь, что я наделал здесь. Это я все делал. И кто будет жить. Наказ от меня. Завещание. Ничего не трогайте. Перестаньте вы глупостями заниматься. Бывает, придут люди. Маленькие дети. Их можно вот так положить. Здесь сколько можно делов-то сделать-то. Вот здесь три. И здесь шесть. Да они все широкие на два человека для взрослых. А детей-то тут можно на обоих тут наложить. Как пельмени. Наложать. Ну, и вот в этом вопросе. Виктор, согласись со мной сегодня. Что привезти уголь, заказать его прям сразу к тебе свалят туда. Я рассчитаюсь. Что тебе еще надо? Не соглашусь. Потому что я рассчитаюсь. Вы не будете рассчитываться. Мы четыре тонны закажем и сами рассчитаете. Я рассчитаюсь, если какая-то... Вы уже рассчитались всегда, Тихо. Ну, ладно. Дело в том, что я очень ценю. Володя пришел, а его нет на костре. Я думаю, как успел вовремя бежать. Я приезжаю, он уже докидывает. Он улизнул сюда и кидал, и кидал, и кидал. До дождя успел. Он сухой. Ничего ему не будет. Он хоть сто лет будет лежать. Мы заплатим, сами закажем. Ну, ладно. Но не трогать этот уголь. Ты согласен? Да пусть он здесь. Ну, спаси Христос. Слава Христу. Я, опять же, не о себе говорю. Мне он не нужен. Я приезжаю только на лето. На лето. И, понимаете, это надо все так соразмерить, чтобы так нам идти, наверное, уже на эти... А-то нет. Время там нет. Погляну сейчас. 33 минуты. 34 минуты. Помаленьку будем подвигаться. Все, больше не пропоем. Спаси Христос. Мы не подготовились, но мне очень хотелось, чтобы Иоанна участвовала в голосе, вплелся вот в этот, может быть, не совсем слаженный хор. Слова-то хорошие. Это любой скажет. Слова, которые затрагивают душу. Святая Русь. Святая в кавычках. Давайте-ка еще одну успеем. Ох, как мне нравится это тоже. Не потому что мое, а потому что здесь все. Слова-то хорошие. Но я обратно, я вам предсказать берусь. Святая Русь. Нас заклинают хором. Святая Русь. Желай, будет жить. И детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит. Не знаю, для чего так лгать. Завучина цветаста и искусна. Прислушайся за каждым словом, мать. Печаль веков щадит. И сердце пусто. О, Боже, правоведников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом модное в крови. Тернистый путь. Их будешь очень узкий. Не верится, не верить вам грешно. Опровергать здесь нечего напрасно. Во всем всегда одно большое дно. Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме. Не присящем. Километровое пространство. Но в покаянии и в сердцем уме. Пусть маленькое одно Христово братство. О, Боже, правоведников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом модное в крови. Тернистый путь. Их будешь очень узкий. Сейчас вот дня. Вот так.